ты ничего не успел не выплат получить да ну где там нашел весь мир нас боится не сидишь ты восемь патронов дали пострелять тяжело и жил здоров относится к нашу ахмат ила ахмат ила первый стандартный вопрос всем задаем что ты тут добровольно никого не заставляли сам вызвался ты понимаешь ты можешь говорить все что хочешь на дальнейшую судьбу это никак не повлияет принципе нахождение тут плену украинской у бандеров для как так начну с вопроса короче есть вова золкин журналист записывать видео с пленами и дима есть такой карпенко они уже записали около там 800 интервью с российскими военнопленными для того чтобы вы смотрели и не шли сюда умирать но вы к сожалению не смотрели поэтому вы тут вот с учетом он задает россиянам постоянно вопрос и пытается там доказать что вот они не знают или знают и задаю тебе вопрос элементарный население российской федерации количество знаешь печально ну приблизительно там миллион два пять десять пятьсот даже не уникал ни разу понял вот так вот все вопросов нету сюда поехали сначала представьте фамилиями отчества откуда ты родом родился 1900 родился рай район село проживал проживаю в данный момент сейчас проживаю в городе там то что супруга у меня находится по призвали в какую часть это шо ну я имею ввиду номер части номер части я не помню вам не сказали там мы записывали там бумажку дали когда вы рубу получали хорошо шоте семья дети есть да если мы кто-то а сколько лет супруги мне тебе тебе 34 а ей 35 вот будет 36 а дети есть да есть только ли двое 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 девочки а хоть мы не мобилизует их уже плюс было по 20 тоже может бы пошли тут еще семья сказала тебе ну так скажите давай тогда заново как тебя мобилизовали ты сам пришел или как нет позвонили вызвали с военкомата да и по идее это пригласили вот так и объяснили то что призывается в армии как я обязан служил в армии получается срочку да на срочку девятых десятых годах все позвонили сказали прийти в инкомат ты пришел пошел пришлось идти а типа зачем ну или сказали то что прийти вот он повестками сюда ну ты понимал что тебя отправят куда-то понимал но и и все равно пошел не пришел бы приехали ну и чтобы приехали ну типа тебя сказали кстати вчера заявил этот пред как вот на безе чикаго председателя короче вон от россии заявил что демилитаризация украины закончил что ты на это сказать что вчера когда ты в плен попал вчера что ты скажешь как демилитаризация закончилась ну знаешь что такое демилитаризация ну где нацификация путин же почему войну начал потому что в украине типа много оружия и нацисты одни и этот заявил вчера что демилитаризация закончилась типа украина всего без оружия без ничего как ты думаешь правда не знаю но ты на поле боя был что-то скажешь украины есть оружие хорошее хорошее ладно давай за на тебя позвали войнка ты работал где-то да для этого работу кем на обогатительной фабрики растворщиком ракетов короче работягами на у нас получается фабрика сгорела и нас хотели по участкам разбросить а жена работу нет с детьми и сколько ты зарабатывал ну примерно то что она еще начала только открываться эта фабрика там платили ну 80 тысяч ну и хватало на семью более-менее да ты посмотрел короче но и ты пришел военкомат что дальше не тебе сказали повестка документы там подписан где работал на чудо в обычном бланке ну понятно да я имею ввиду тебя просто там документы не важно вообще что тебе сказали ты идешь там в свого на свого лишь ну так не то что там идешь на свого потом получается я пришел это было что пятница в понедельник пришел мне вот дали документы на подписывать на военную службу по контракту уже все потом в чету направили комиссию проходить ну а жене что ты с детьми ну и детям сказал ну то что вот так и так забирает ну а на что тебе сказали ты спросил я же отдал ребят я за это было и когда больше мальчик из не придется я дай там рожей позиция нужно не забыл его с детьми а вот она не голубой а вот ты сейчас ну а что тебе сказали ты спросил я не хочу уйти ну там как не хочешь не хочешь либо тюрьма ну а тюрьма чем плохо ну такая тюрьма там как они по слухам то что все равно обратно куда то вас короче за прошлый замкнутый круг все равно умереть и что тебя мобилизовали куда отправили направили часть военную туда направили ну ты со всеми с предыдущим да вот с ними в банда одной был постоянно далеко нет ну где вы познакомились на позициях люка ну как всегда нас отправили ехать познакомились ну на позицию да или нет вы уже как и на сели нас на утон на камаз как довезли до 4 там ночку переночевали и полетели уже самолетом ну а дальше полигона вы типа вместе были на и на позиции вместе да да и что это был твой первый бой или когда тебя мобилизовали получается я сюда прибыл уже с 8 на 9 марта да а мобилизовали тебя повестках числах первых на кого марта марта и ты уже через неделю был тут за 6 сколько там 6000 километров это через чем-то и тут это за неделю до тебя сразу сюда оперативно а полигоны в тренировке ну там дня 4 на 3 что и что-то делал ну там как нас обучали медицина была говоришь от это странно проверю пишет пишут позиции как это передвигаться по траншеям уходить стрелять и лечить до грубо говоря и тебя четыре дня вот это да и на штурм да вот это он один у тебя был первый да и все а командира этого не помню как зовут у который с вами типа а-ля был он да да вас уже тогда было ли как там ну я как понял то что он был уже но вы с ним где познакомились ну на построение уже как нам у нас к нему поставили а да и вот там грубо говоря уже вместе да и попали ну просто я буду выкладывать видео так как записываю понял просто людям будет неинтересно слушать вашу историю как вы там рацию батарейка села как вы это и все остальное понял поэтому теперь можно многие моменты опустить он уже типа в принципе рассказал вот ну грубо как я понял слова что он там ну грубо говоря спасла вам жизнь да или как ты считаешь кто-то ну который с вами был а-ля принял решение сдаться в плен получается то вот или вы не хотели сдаваться ну у нас выбора не ну а если бы выбор был вы бы убили всех и еще делали или как и с толком стрелять 8 патронов дали пострелять все а где патроны ну ты вообще спрашивал там тебе выплатили деньги там или шо я вот еще даже не знаю не наш но а 6 твоя семья есть ты в плену вот неизвестно год два три шо не есть будут дети как это вообще ты же думаешь или ты думаешь пока ты в плену там россия будет прям твоей жене вот так вот сколько детям лет старший 4 вот моего самой младшей получается в апреле четыре месяца ну а родители есть ну мама бабушка на дипа ну жена получается пойдет на работу придется что прокормить детей вот пока ты тут от тебя кормить будет тебя вот украина кормить она будет детей пытаться сама прокормить ты же карточку не отправлял ничего нет нет и так ну ты ничего не успел не выплат получить да а одежду это все выдали да выдали ну где там нашел вот эту кофту где ты там нашел да там в сумке и были лишние которые лежали потому что ничего не нужно где в плену уже или там где-то на позиции на позиции да может это 200 какой-то типа ну зэков одевают в шмотке убитых раненых и броники такие же дают поэтому есть большой вариант что ты подмотал чью-то альжио которому обидно будет а у тебя штаны ну типа сейчас же грубо говоря еще зима почти не закончилась не холодно было то прохладно было вам что выдали то и выдали как говорится ну и вы вопросов не задавали ну мы задали почему так ну в части были одеть часть я просто к чему понял ты же видео видел парад 9 мая искандеры типа 2 армия су-35 у нас есть там эти сарматы ракеты типа все весь мир нас боится и сидишь ты у меня одни кроссовки стоимость как вот во все что ты одет грубо понимаешь что это даже больше наверно потому что я тут насколько на две-три тысячи гривен типа понимаешь мне кроссовки стоят дороже ну вот и это вторая армия мира и я какая-то как вас малорос хохол сидит в нью-балансе ты не ну не задавался вопросом ну до этого что смел телевизор 9 мая уже там деды воевали вот эта вся фигня постоянно есть же такая ходил озеро с коленточкой нет ничего так я всегда постоянно на работе ну вообще там праздновали там да нет как на работе праздновать там сразу типа забухло ну вообще не ду в россии же постоянно там деды воевали бабки помогали типа такого вам же это ладно давай тогда поговорим о общих вещах когда война началась знаешь вообще есть понимание ну ты в интернете сидел там дома был к интернет ну был периодически тоже связи практически нет давай тогда за начнем еще по-другому интернет дома был периодически да а газ был нет газа нет покупку не имею ввиду как дома проведены не нет нет баллоны покупаем вода горячая в доме было нет а то ли на улице в доме не на улице туалет деревянную обычную а купались в холодный или в бане было тяжело тяжело я не знаю конечно как так ладно поехали интернет тоже а интернет пропадал да изначально вот я в деревне жил там еще связи не интернета не связь ничего ты понимаешь у тебя страна один из самых большая бензоколонка из газа ну типа понимаешь а у вас этого нету а у вас это добывается и отдается другим от африки прощаются миллиарды долгов там беларуси прощаются миллиарды дорог долгов сирии там ну понимаешь а ты сидишь без глаза и твои дети вы купаетесь в какой-то бане ну я понимаю даже там все равно не думаешь это прям как-то все там офигенно даже хочется и ванну там нормально принять в душ и в интернете посидеть и вы пришли освобождать украину от нацизма тяжело тяжело понимаешь это такое ну мы же записано для чего для того чтобы понял во первых тебя обменяли быстрее вернули домой я надеюсь что ты сюда не вернешься лучше пойдешь посидишь два года пока карлик ваш бункер этот не умрет и может что-то другого видит и не отправить сюда мужа сына брата или сам не пойти понимаешь суть чем этих видео мы просто дискутируем я просто ну типа ну тяжело понять понимаешь я вот живу да у меня тоже есть как бы жил площадь ну я с родителями не живу уже наверно там так на постоянку с 19 лет да и сейчас у меня тоже там арендую квартиру но суть не в этом у меня что на арендован что дома типа у меня дома там два туалета есть один на улице один в доме туалет в доме точнее да то ли доме туалет у меня душ есть на улице летний есть ванна с горячей водой с интернетом все у меня есть газ тоже дома все есть понимаешь типа да это не живу супер богата но вопросами типа все есть и ты пришел по вашей логике ну российской федерации понимаешь ты представитель великой армии ты пришел меня освобождать от злых американцев и бандеров только я не знаю типа ну единственное от чего освободили ну ты если там видит где-то села ездил не успел посмотреть разрушены это это видела дома там все где там не видел ну города нету типа мариуполя нет почти полмиллиона город был там сейчас осталось я не знаю если тысяч пятьдесят людей есть все выехали это наверное как ваших там 100 сил да если не больше прикинь так вот нема и куча трупов вместо этого всего прикольно просто но и ты ты на выборы ходил интересно нет и на выбор не ашоваться не провод недавно выборы были кстати ты уже тут был на и вам не давали голосование не ходили ну вы уже там готовились к штурму да ну как нас подготавливать ну вообще так если сказали проголосовал базара путина ну как и какие не понимаешь вы боитесь что ты думаешь я сейчас скажу на путина приеду домой типа да я просто понял смотрю другие интервью с пленами shortly да и все вот все россияне у вас все поголовно вы боитесь сказать там что там путин плохой либо хуй о либо ну пони мы то говорим но и на зеленского можно найти плохая и в интернете могли на влазе говорить там и до зеленского понял типо я его уважаю поэтому я не замilemetal на него там когда что-то такое но как президента я его не боюсь по миру я его уважаю Да, и если что-то, кто-то делает из своей команды плохое, да я могу за это свободно говорить. Ну, а у вас поголовно даже пленный, там, Владимир Владимирович, понял. Ты же понимаешь, что, типа, 20 лет у тебя власти. Твои дети родились при нем, да, и ты вот, ну, чуть-чуть не застал, грубо говоря. Ну, ты всю сознательную жизнь тогда при нем живешь. Ты другого не видел вообще президента. Ты не понимаешь, что такое выборы, что такое прийти, проголосовать, да. А за Зеленского у вас там что-то говорили? Нет. Не? Не обсуждаешь, что он такое? Понимаешь? Ну, ты видел, что Зеленский, кстати, у нас по линии фронта ездит? В Авдеевке был, в Бахмуте был, в Херсон приезжал. Вот так вот, почти на позиции к парням. А карлик бункерный ваш не вылазит с Москвы, с Кремля. Ездит только там где-то. Представляешь? Ну, президент мой, который приезжает к парням, вот туда. И ваш, который иди. Поэтому, типа, я сижу вот в этом, ну, в гражданской одежде, а ты сидишь вот там. Потому что, вот, типа, разные страны. Ой, тяжело. Кстати, кадыровцев видел на войне? Нет. Нет? А где они вообще? Где? Ахмад Силла, Ахмад Силла. Как его? Я шепчался, вот, говорю, у тебя, ну, типа, давай так по-другому. Какая у тебя мотивация? Тебе давали мотивацию, какую? Идти сюда. Ну, просто. Ты же понимал, что тебя надо будет убивать людей, детей. Ну, понимаешь, вот, что ты, типа, попал в плен. Но с таким же успехом ты мог убить чьего-то ребенка, такую же, как твою, четырехмесячную, да? Вот вчера убили ракеты российской в Запорожье 11-летнюю девочку. Ее отца в доме. Вот просто, ну, типа, гражданские. Это не линия фронта. Это Запорожье. Понимаешь? Тыл глубокий убили. Так же самое и до этого убивали вот детей. Вот, как бы ты отнесся к этому, если бы мы убили твоих детей? Вот просто ты сидишь, грубо говоря, да? И все, дома никого. В Одессе в прошлом году папа вышел в магазин на Пасху. Пришел, а жены с ребенком все. Просто ракета прилетела. В жилой дом. Вот как бы ты отнесся к этому? И тебе давали такие приказы. Убивать тут. А потом твои дети спрашивают. Баба, а что бы ты делал на войне? Ты говоришь, я вот убивал твоих сверстников. Ну, так бы оно звучало. Ну, то есть, если просто разобраться. Просто ж такие, как ты, ракеты запускают. Ну, понимаешь? Эти кинжалы, калибры, искандеры запускают. А шахеды летят. А ж грады, смерчи. Это ж все летит. И умирают просто люди. Вот. Вчера в дамбу ударили. Вот. Оставили весь Харьков без электроэнергии. Миллионный город. Типа, где то же самое. Люди лечатся, больницы. Ты же понимаешь, больницы нормально не работают. Не получают вот и все. Там тоже лечатся дети. Операции проводятся. Ну, знаешь, сколько людей страдает просто потому, что, типа, приехали освободить. Ну, вот я уже говорю, вот как разобраться? Где тут моральная сторона? Как ты думаешь? Ну, мы просто дискутируем. Ну, что ты думаешь? Как бы ты отнесся, если бы твоих детей завтра просто убили? Вот ты живешь, ты, допустим, не приехал сюда, ты живешь там у себя, там работаешь. И просто в один момент Украина говорит, да все, ну, мы пришли тебя освобождать. Ты не хотел жить где-то там в ауле у себя за шесть тысяч километров. Все. Ты теперь будешь, как его, присоединен к Украине. Ракету в дом минус дети. Что бы ты сказал? Ну, вот это то же самое, что делать сейчас в России. Слышал за референдумом? ЛДНР? Да, слышал. Ну, ты понимаешь, как это происходило при соединении Крыма? Ну, это уж в подробности не задавалось. У вас никто не интересуется политикой. Это такое вообще, конечно, ну, просто... Сейчас я проверю, идет запись или нет. Кто телефон барахлил? А, у меня все работает. У брата ничего не работает. Вон, я тебе привожу просто аналогии, чтобы ты, ну, знаешь, на себя это все почувствовал. Вот представь просто и на себя почувствуй. Вот как референдум мы проводили. Тоже, ну, с оружием пришли и заставили людей голосовать. А теперь, говорят, люди проголосовали. Если бы я тебе сейчас представил автомат к голове, ты бы проголосовал за Зеленского? Ну, вот. Или к твоим детям бы. Ну, ты, мне кажется, за кого хочешь проголосовал, да? Если бы мы, вот как они, ходили по домам, ты живешь вот в доме, грубо говоря, с детьми, я прихожу с автоматом. Мне кажется, ты за кого хочешь проголосуешь. Так, понятно дело. Хоть Мао Цзэдун, хоть Си Цзиньпинь, хоть Бара Кабанома, хоть Трамп, хоть Байдер, правильно? Ну, это честные выборы. Нет. Просто так вот проходило голосование. А тех, кого не согласны, отправляли на подвал и пытали. Ну, или убивали. Вот в Изюме, недалеко отсюда, относительно, захоронение 60 человек в одном месте. Все, ну, Буча, Ирпень, есть куча видео гражданских, когда расстреливают ваши, просто в спину, гражданских. На велосипедах, дети мертвые по улице валяются, естественно. Так, в начале еще 22-го было. Просто всех расстреливали. Ну, и тебя ждала такая участь. Ну, понял? Убивать. Ну, либо ты бы умер, скорее всего. В большинстве своем. Потому что в большинстве своем, типа, вы умираете. Это вам повезло. Просто, ну, типа, вам повезло вообще нереально. И большинство такое везение, ну, заканчивается вот так вот. Что ты сидишь тут. Что ты, жене что-то хочешь сказать? Может, она увидит видео. Два слова. И жив, здоров. Относится к нам хорошо. А товарищам своим еще каким-то? Ехать сюда, не ехать? Нет, не ехать. Нет. Чего? Незачем. Хорошо. А за Бандеру что ты слышал? Ну, ты же смотрел телек дома? Был телевизор дома? Да, был телевизор. И что там рассказывал? Ну, смотрели же телевизор? Ну, то, что у людей убивают мир. Кого? Кто? Ну, Бандеровцы. Бандеровцы? Ну, а как они выглядят? Не знаю даже. Ну, типа, какой-то есть собирательный образ? Кто такого Бандера вообще, знаешь? Нет. Ну, и Бандеровцы убивают? Да. А кто такого Бандера, вам не объясняет? Нет. Тяжело. Ну, новости же, видите. Новости одно, а в жизни уже другое. Не, ну, что он по новостям рассказывает? Ну, просто интересно. Ну, там то, что вот, как вы сейчас будем объяснять, то, что людей убивают до чё-то, а по новостям этого ничего не говорят. Ну, там же говорят только, что мы убиваем, да? Да. Бандеры, этих ангелов, да, в Донецке, вот это всё фигня. Ты же понимаешь, причина следственной связи. Если бы тебя и твоих товарищей тут не было, бракеты бы не летали. Берём, например, любой город там, от линии фронта Киев, вот, туда Украина не бьёт, потому что там нету российских войск. Когда они были в Киевской области, Украина била по оккупантам. Ну, и причина следственной связи погибших вот этих детей в Донецке, это не обстрелы Украины, да? И до 22-го года, кстати, там количество погибших было, что-то там порядка, может, 9, не помню, что-то 10, что-то, понял, что-то такое. 10 тысяч? 10 человек. Ага. Сколько у вас в городе там умирает просто, в аварии попадает? Мне кажется, больше. Ну, грубо говоря, если мы берём какую-то область, да? Мне кажется, у вас от бухла больше умирает, чем вот, умирало от обстрелов. Вы же не идёте освобождать этот магазин с бухлом? Ну, тупляй, но это так и есть. Вот вы шли освобождать, когда было, типа, Украина обстрелила, там, ну, десятки, понял, там, вот всё. Понял, там, за год уже всё до столько опустилось, что Украина вообще ничем не била, отвела артиллерию, всё отвела, сидела тупо на позициях. Ну, с автомата ты же понимаешь, не убьёшь на 10 километров никого. И пока вы не пришли, типа, вот Донецк был вот такие, а сейчас Донецк, конечно, там, обстреливают. Вот и всё. Ну, я думаю, ты понимаешь, почему везде прилетают, потому что, если ты был везде, то ты видел, что ваши военные, ну, везде живут, и в лесах, и ездят на машинах, да, и всё, и рядом с гражданскими, поэтому прилетают везде. Ну, что ещё за Бандеру говорили? А за Азов что-то рассказывали? Нет, не слышал. За Азов не слышал никогда? Ты что? Ты знаешь, что вот Азовцы, ну, это подразделение Национальной гвардии, в полном окружении Мариуполь, там, 86 дней держали. Ну, не Мариуполь, а Азовсталь конкретно. Слышал, нет за это? Ну, что так мелько. Ну, что ваши окружили Мариуполь, это вот почти полмиллионный город, и они держали 86 дней в полном окружении. Вот. Ну, потом в плен вышли. И вот ты тут, а я надеюсь, кого-то их поменяют на тебя, и будет хорошо, правильно? Ты вернёшься к семье, и они вернутся к семье. Потому что, ну... Что ещё у вас интересного рассказывали? Ну, как-то, вы же не жили там в просрации какой-то? Да, ну, как-то даже за новостью не интересовался. Постоянно дома, когда был, мультики с ребятишками смотрел. Они как мультики смотрят, ясно. Ну, если бы ты интересовался, скорее всего, ты бы сюда не поехал. Так вот именно. Ну. Ну, а если тебя опять отправят? Ну, ни за что. Хватит. Ну, типа. Ну, вот реально есть же шанс, что тебя опять отправят? Великая сторона. Что-то, что-то да. Лучше в тюрьму. Как сейчас твоя жена себя чувствует? Так плохо, наверное. Когда ты с ней общался в последний раз? Ну, да, мультик уже. Да? Ну, просто представь сейчас состояние детей своих. Ну, у меня нет пока детей, но... Мне кажется, это же ужас, не? Так, конечно, ужас. Что они сейчас будут чувствовать? Что мама им объясняет? Да. А сейчас, скорее всего, знаешь, что скажут, что ты погиб. Да, как будто по-любовному... Чтоб, типа, да. Или пропал без. Ну, у вас в основном говорят, пропал без, чтобы бабки не уплачивать. И все. И скажут, и все. И она будет сидеть сейчас с детям объяснять, что, типа, бати нет. Ну, понял? Я просто, ну, типа, я не понимаю. Вот я сижу, ну, я дома, да, у себя, грубо говоря, в стране. Я не понимаю, какая у меня должна быть мотивация бросить все и поехать, типа, ну, вот. За шесть тысяч освобождать тебя от, я не знаю, чего, от твоего дома. Типа, ну, как это, блядь, какая у меня мотивация должна быть? Ну, если бы мне сказали, ну, ты сядешь, я говорю, ты садись, или что? Не, ну, в Украине тоже призывают, да, типа, мобилизация есть, и не могу сказать, что она добровольно, поголовно. Ну, у нас выбора нет, ты понимаешь? Вот там вот сзади меня мой дом. Твой дом за шесть тысяч километров, честно. Я бы захотел бы туда, туда не все самолеты, да, летают, я думаю, да? С Москвы же там прямых рейсов, как таковых, может, и нет. Вот. Туда не все самолеты же, да, летают, скорее. Железная дорога есть? Да, пей, пей. Железная дорога есть? Да. Да? Ну, такая железная дорога есть, но поезд ходит, ну, так. Редкий раз его отменили, то, что много денег стоит для его стяжелия. А на войну сколько у бабок? Вчера запустили сколько? 50 ракет сейчас, что-то, где-то на 100 миллионов долларов, прикиньте. Дверьте, в больнице и школу можно было построить. Ну, так, у вас не то, чтобы, блядь, газ можно было провести, я же говорю, какой-то Абудаб сделать бы, бурж-халифов настроить вот таких, понимаешь? Со светом, газами, с поездами, с интернетом, блядь, понимаешь? И у тебя бы дети росли, не вот, ну, ты ж, не хочу обидеть детей, но ты ж понимаешь, что они не в лучших условиях живут и растут, да? Что если они не выйдут, там, Москва, Петербург, Ростов, да, какие-то поближе, там, даже, там, Самара-котаж, да, то они ж, как бы, ну, не увидят мир. Ты был за границей вообще? Нет? Ну, первый раз, да, попал. Посмотришь хоть, как люди живут. Ну, пока ты не сильно много увидел, конечно, но все равно, как бы, да? Сигаретку можно? Да, да сейчас спокойно. Ладно, что, друзья, сказал, в принципе, есть что добавить, спросить? Да? Да, слова шеи в голове никаких нет. Яйца отрезали? Нет. Нет? Ну, ты приедешь, покажешь всем. Да. Договорились, я всем говорю. Приедешь, всем покажешь в России, что у тебя знаменит. Потому что ваши рассказывают постоянно. Жена, то жене особенно покажешь, все хорошо. Хотя у тебя же двое есть. Что, друзья, лайк, подписка, колокольчик. Распространяем видео. Особенно это касается, вот, российских матерей, там, жен, он, детей, понимаете, вот. Вы будете писать, что это актер украинский сидит по форме, но, к сожалению, лучше бы это был актер, да. И распространяйте видео, скидывайте своим близким, знакомым. Пусть узнают, пусть ищут, пусть подают списки на обмен, правильно? Да. И быстрее он вернется домой. Типа, ну, он нам тут не нужен, в принципе, вообще. Ну, деньги тратим на ваше содержание, понимаешь? Потому что должны. Вот и все. Вот, поэтому распространяйте видео, украинцы, one love, как всегда, да. Вот, тоже прошу вашей поддержки. Вот, как-то так. Страшно, блин? Да. Значит, ты боишься? Не знаю. Страх. Незнание, да? Незнание, что будет дальше? Все, две минуты и все. Проверь пока. Ну, а пока первое впечатление. Нормальное. Мне кажется, тут с тобой обходится лучше, чем твой военкомат, не? Да, по-моему. Или лучше, чем у тебя в подразделении? Ну, тоже. Я не знаю, зачем. Это ему выдали, да? Нет, здесь вот пацан продал последние деньги, вот купил здесь. Нам еще ничего не выдали. Нас вот это выдали, и зимнее выдали. И все. Больше ничего не выдали. Вторая армия. Зато у вас ядерное оружие есть. Вы гордитесь? Ну, что бы ты выбрал? Ядерное оружие, либо вот как там в Швейцарии бесплатное обучение там какое-то? Да, лучше так. Для детей. Лучше бесплатное. Ну, просто у вас вся страна там гордится, что у вас ядерное оружие, что вас боятся. Ну, вот просто у тебя есть два маленьких ребенка. Четыре года, да, четыре месяца. Как-то так. Ну, типа вот. У тебя есть ядерное оружие. И есть дом без туалета, без газа, без нормального интернета. И дети, скорее всего, тоже так же не увидят этого всего. Ну, в ближайшее время так точно. Вот нужно это ядерное оружие детям своим? Нет. И школа, я же думаю, тоже у вас там такое себе. Ну, школу я не видел, но, что же, деньги собирают. А, у вас же еще это, не пошло, да? Ну, садик ходил, а не? Нет, вот, собираемся, давайте здесь к саду. Ну, я имею в виду, дети же будут ходить в школу. Ну, я имею в виду, у вас не новая какая-то, да? Ну, это давно уже построено. Ну, вот сейчас, типа, россияне гордятся, Мариуполь отстраивают. Разъебали город, теперь отстраивают. Тебе нужен Мариуполь? Вообще, в принципе. Ну, это же все равно не наш. Ну, да, непонятно, что это все потом заберется. И вы еще будете, и твои дети, кстати, будут платить деньги до конца своей жизни, скорее всего, прикинь. Будут в долгах. И будут вот выезжать за границу через лет 20. И будут рассказывать, что да, мы с Россией. Мы вот это. Ты же знаешь, как сейчас, ну, не везде, конечно. Ну, там, в Европе или где-то, что россиянам везде постоянно все. Запрещают ездить, не пускают заведения, там, куча всего. Ну, прикинь, ты просто изухой, типа, по всему миру. Как какой-то, там, террорист с Хамаса, с ИГИЛа или еще что-то.